Здравствуйте! Я ветеринарный врач, терапевт-кардиолог клиники Зоалюкс Клименко Алина. И сегодня мы с вами поговорим о методах диагностики в кардиологии, с помощью которых можно выявить заболевание сердца у питомца. Итак, мы можем провести эхокардиографию. Благодаря которой можно заглянуть внутрь сердца, оценить размеры камер и стенок, работу клапанов и изменение их морфологии, оценить работу сердца в режиме реального времени, а также оценить, как течет кровь с помощью специального режима доплерографии. Следующим методом диагностики, который входит в базовое кардиологическое обследование, является электрокардиография, с помощью которой можно оценить электрическую активность сердца. Данный метод является незаменимым в диагностике аритмий, нарушений проводимости и возбудимости по сердечным клеткам. Это важно, так как нарушения ритма могут быть потенциально опасными для жизни. Кроме этого, мы можем провести таракальную рентгенографию, которая позволяет обнаружить общее увеличение сердца или отдельных камер, признаки застойных явлений или сопутствующих заболеваний. Также мы можем провести тонометрию, измерение артериального давления. Для этого нам понадобится специальный ветеринарный тонометр с набором манжеток разного размера, что позволяет фиксировать пульс у пациентов разного размера. Есть еще дополнительные методы диагностики, такие как исследование крови на биомаркеры, что дает возможность понять, есть ли признаки острого воспаления в сердечном мышце. По результатам исследования врач-кардиолог ставит диагноз, определяет стадию заболевания и назначает соответствующее лечение. Без комплексной диагностики можно упустить важные моменты, чтобы в последующем отобразиться на течение заболевания и эффективность назначенной терапии. Благодарю вас за внимание, здоровья вам и вашим питомцам!